Слышно и видно, махните просто головой, что все окей, я пойму, ага, все, мадлоба, это по-грузински спасибо, сейчас я нахожусь в Грузии, да, мне через 10 дней 50 лет, вот, сейчас временно здесь живем, пока в Грузии, в Батуми, пришел в компанию Курал Клаб, получается, сколько, 15 лет, 17 лет назад, 17 лет назад, но пришел я в компанию Курал Клаб с другой стороны, у компании Курал Клаб есть две двери, одна это продукт, другая это возможности, да, я пришел через бизнес, меня позвали сюда, не за здоровьем, а позвали меня с этим классным продуктом, зарабатывая деньги, я буду честен, да, зачем мне сразу врать вам, вот, поэтому я пришел, как и любой нормальный человек, мне показали классную идею, заработка, естественно, я купил для себя эту идею, и мне сказали, попробуй продукт, чтобы ты просто понимал, что этот бизнес пойдет у тебя, тебе надо понять вообще, кайфовый продукт, ты будешь сам от него удовольствием, или нет, я говорю, что нужно купить, раньше, в то время, когда я пришел, не было там детоксов, была упаковка жизни, ну, по смыслу, это то же самое, Николай, наверное, застал, помнишь, такая упаковка жизни, вот, я купил себе упаковку жизни, практически это детокс, и купил себе Калаваду, на третий день, на третий день, я почувствовал разницу, отчего, первое, что меня дико удивило, я проснулся, очень рано-рано утром, и я совершенно выспался, я-то вроде бы как спал, но не страдал никогда от бессонницы, но я не спал так глубоко, я настолько глубоко спал, что у меня подушка вся была мокрая, я не мог долго понять, почему, оказывалось, а потом, как оказалось, потом уже, когда разобрался, это была подушка мокрая от моих слюней, это как лошадь, знаете, упал, лизык вывалил, и по ним слюни текли, потом мне объяснили, что это была просто интоксикация, что это паразиты, вот так я спал, представляете, но настолько глубоко, я такое оргазмическое чувство испытал от сна, от собственного, я такого не испытывал, какое ощущение больше никогда, на третий день, через неделю я переставил на один сантиметр свой ремень, потому что у меня стали уходить объемы, через месяц, где-то, ну, чуть, может быть, больше, может, два месяца, у меня был обмен на 16 килограмм, я скинул 16 килограмм, в среднем через три месяца у меня ушли головные боли, которые меня мучили в десятилетии, я очень метеозависимый, и когда меняется погода, у меня страшные головные боли, настолько страшные, что одна таблетка анальгиды меня просто не брала, физически, не брала, никак. Я пошел к врачам, говорю, что такое, у меня очень сильно болит голова, когда ветер, когда меняется погода, это нормально, это у всех, как это Pablo, привыкайте, я говорю, как-то привыкайте, я не хочу этим учиться, что-нибудь посоветуйте мне. они говорят, это не лечится. Это вопрос с сосудами, это у всех. Такое заболевание. Что вы хотите, вам 35 лет? Это что, это приговор, что ли? Что умирать собрался 35 лет? Жизнь только начинается у меня. Как у этого, у Карлсона, помните? Мужчина в полном соку, как говорится, они меня уже списывают в утиль. Я понял, что больше к врачам я не пойду. Стал искать возможности. Разными вещами пользовался. И тут вот детокс, колобада, протипертарная программа избавили меня от головной боли. Я вообще забыл. Я до сих пор... Дайте проверю, у меня тут есть рюкзак волшебный, в котором я деньги ношу. Вот, сейчас. Даже проверю. Да, я даже чуть-чуть вас не обманул. Смотрите. У меня до сих пор таблетки от головы с собой. Это уже на подкорке, понимаете? Вот они, я их ношу. Вот такие были страшные головные боли, что я не мог глазами пошевелить влево-вправо. Я не мог резко сказать, резко дернуться. У меня такое ощущение было, что, знаете, что у меня, может, вот такое бывает, мозги как холодец, и ты вот только легкое такое движение, они бьются у тебя по черепной коробке, и было очень больно. Глазами водить, резко говорить, крик какой-то прям очень сильно раздражало. Поэтому две-три таблетки обезболивающих сильнее, баралгина какого-нибудь, анальгина, убирали мне эту боль. Я решил эти вопросы. Дальше потом, ну это уже прошли на это годы, у меня регулярно на локтях воскакивал, типа как псориаз, не псориаз, я не ходил по врачам, не знаю. Такие плямбы, такие, ну это я точно понимал, что это грибки какие-то. Вот, и они появлялись, уходили, появлялись, проходили, и вот они мне исчезли. Исчезли на много-много-много лет, и вот до сих пор их просто нет. Дальше, что у меня было, это, извиняюсь уж за подробности, но это запоры. Я никогда этим тоже не страдал, как бы, да, не такая, с меня все ржали, называли меня туго-серия, потому что я мог по-большому ходить раз в неделю. Ну, как бы ничего не болит, и нормально. Это потом, когда я уже стал умный, стал обраться в продукте, учиться, читать, потом оказалось, что из-за того, что у меня были проблемы с туалетом, у меня были такие головные боли. Потому что, оказывается, мозг берет воду с толстого кишечника, там, где находятся каловые массы. А так как я не ходил, представляете, если вы сейчас возьмете неделю, горшок навалите, поставите эту, и неделю будете вокруг него ходить, в квартире, представьте, какая вонь будет. Вы принюхаетесь, вам ничего не будет. Но люди, которые к вам будут в гости приходить, будут говорить, «Матерь Божья, что тут у вас такая вонь стоит?» То же самое, вот это храм души нашей, наша квартира, и мы этот горшок к себе носим. Вот эти были головные боли. И я потом это связал. Когда я стал пить норму воды, научился пить воду, а я вообще воду не пил. Чай, кофе, как всегда, как у всех. Да, там, ну, какой-то стаканчик воды. Да, да, вижу, Коля, вот такая упаковочка классная, да. И когда научился пить норму воды, опять-таки, далеко ходить не буду, смотрите, вот я сейчас сижу, в парке вышел, вот моя бутылка воды. Она всегда со мной, полтора литра воды. Вот она, понимаете? То есть такие две бутылки, блядь, день выпивая. Это просто привычка. Все, запоры ушли. Ушли головные боли, ушли лишний вес. Вот это то, что было лично у меня. На сегодняшний день, вот по моим рекомендациям, сейчас у меня в 35 странах 14 тысяч клиентов. Повторю еще раз, кто не услышал. 35 стран, 14 тысяч человек. Вы в том числе. Вы меня никто не видели, я вас тоже не знаю. Но это не мешает мне, что вы все по моей рекомендации сейчас стали пользоваться продукцией Curl Club, понимаете? Это сарафанное радио, либо система АБС, что в переводе одна баба сказала, да? Цыганская почта, как угодно, назовите это. Самая лучшая реклама. Ученые почитали, что 70% покупок, осуществляется не потому, что они рекламу видели, а потому, что им кто-то что-то порекомендовал. 70%. Поэтому здесь у нас рекомендации есть. Все. Николай попросил, я могу говорить про дочку, про жену. У нас у всех были большие результаты хорошие. У дочки пальцы не разгибались, когда она выросла. У жены были большие проблемы с детства с печенью. Она переболела желтухой ободкина. Все, мы пойдем в ресторан. Уже рвена выпьет. Все, через 15 минут она бежит рогать. Поесть какой-нибудь шашлыка жирного. 15 минут бежит рогать. Все. Марчевайте, а что вы хотите? Это последствия. У вас расширена печень, это уже не лечится. И там прокалывали эссенциалии, кололи там. Какие-то таблетки пили. Ну, как-то легче становилось, но не выходило. Все. Когда мы прошли этот курс, опять-таки, детокс, клавада противопротетарная. А потом, опять-таки, со временем разобрались и просто выяснили, что, оказывается, у него просто был лямблеоз. Лямблеоз такие простейшие лямбле, они в воде. Те, кто до сих пор из вас пьет воду из крана, даже горную воду, поздравляю, скорее всего, они у вас тоже есть. Они живут в воде, лямблеоз. Вот когда мы их вывели, все проблемы решены. Сейчас мы спокойно с ней садимся, выпиваем две бутылки вина, то есть на лицо по бутылке, а в Грузии по-другому нельзя, что вы понимаете. Пиши три. А? Пиши три. Пиши три, да. Оп. Две выкинуло за борт, да? Как в кино. Так вот, самое большое достояние, которое у меня есть, я уже, честно говоря, сбился с счета, но последний ребенок, который появился у меня на счету, который мне рассказали, это был 54. На сегодняшний день у меня в организации 54 ребеночка, рожденных в семьях, где был поставлен официальный диагноз бесплодия. То есть мне сказали, им сказали, что у вас никогда не будет детей. Либо вам надо делать операцию какую-то, то есть очень какие-то серьезные. 54. Дальше просто сбился с счета. Вот, допустим, сейчас у вас дети появятся, я же об этом не узнаю. Вы же мне не расскажете, мне позвоните. Но те, кто мне звонит, рассказывают, хвастаются потребителя. У меня там ребеночек родился, у тех родился, вот 54 ребеночка, то есть 54 семьи, 54 рода, если хотите, которым я продлил им фамилию. Представляете, вот вы живете с мужем год, два, три, пять, у вас нет детей. Вы уже все поперепробовали. Тут появляюсь я и говорю, есть концепция здоровья, есть программа 90 дней, попробуйте. Там цена просто 100-150 долларов в месяц, то есть, ну, это не такие уж большие деньги. Если люди на эко идут, это тысячи долларов, то тут-то, господи. Они говорят, ну, давай попробуем, почему бы и нет. Все, проходит 2-3 месяца, люди беременны. Следующий человек, которого я сюда хочу пригласить, это мой первый ребенок, который появился в этой семье. Сейчас у них уже двое. Сергей сам об этом расскажет. Вот, когда мы с ним познакомились, у них в семье тоже такая стояла задача. Это тот человек, который я пригласил, это было в 2008 году, когда я принял решение заниматься этим как деятельностью. Вот, именно пришел кризис, я закрыл свою административность и все, и поехал в Киев работать, никого не зная. Вот там я первый раз познакомился с Сергеем, с Николаем, с Владимиром. Это был февраль 2008 года, началась моя эпопея, все это здесь. И вот сейчас очень огромная большая организация, потребители, довольник, счастливых людей и здоровых, самое главное. Поэтому хочу передать слово, да, Николаю Сергею, вот, и он вам расскажет, что было у него и как что происходило. Анатолий, буквально минутка, ты ему позвонил сам, да, предложил, что есть информация, да, то есть кто кого... Ну, так как я работал через, я же на бизнес, помните, пришел в компанию, как я говорил, в компании две медали есть. Первая медаль – это продукт, вторая сторона – это бизнес. Я пришел со второй стороны, с бизнеса. Естественно, я взял газету, так как я никого в Киеве не знал, я сам из Харькова, я пришел и позвонил, просто обзванивал, и просто вызвонил, он давал объявление в газету, вызвонил просто его в газете. Пригласил он всяческую кофе на Крещатик, где мы с ним встретились, познакомились, и все, и пошло, и поехало. И сейчас под ним уже тысячи людей по всему миру. Благодаря рекомендациям, да, у Сергея там с подарками, все вместе, на третий месяц он уже настолько нарекомендовал, что у него был доход больше тысячи долларов. На третий месяц, представляете? Ну, плюс еще результат сумасшедший, вот, где я стал крестным папой первый раз. Вот, Сергей, слово тебе. Сергей с нами, нет? Сергей Матат. Сейчас, Анатолий, я ему ссылку скидывал. Может быть, забыл. Позвонить можно. Можешь просто позвонить к нему на GSM, чтобы он заскочил на эти три минуты. Да, сейчас я наберу его быстро. Да, вот, давайте пока Николай будет звонить. Может, какие-то у вас есть вопросы, кстати, любые, по здоровью, могу вам рассказать, потому что уже через меня огромное количество людей прошло. Можно им пока пообщаться, пока Сергей будет подключаться. С удовольствием подскажу любые, какие есть вопросы. Хотя у вас Татьяна, да, она лучший специалист, чем я, здоровье. Ну, может, мало ли, какие-то вещи хотите уточнить. Неважно. Спрашивайте, не стесняйтесь. Включайте микрофон. Внизу есть кнопка в нижнем левом углу. Микрофон нарисован. Нажимайте и спрашивайте. Не стесняйтесь. У нас за это не расстреливают. А скромность, вы знаете, это путь к забвению. Поэтому смелей. Меня слышно, да? Да, 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 Аня. У меня вопрос. Есть ли результаты по решению проблемы с астмой? У девочек маленьких астма 7 лет и 13? Конечно, есть. Их просто десятки. Астма, это, скорее всего, опять-таки, самое элементарное. Это нужно просто пройти программу детокса, калавада. Но так как это ребенок маленький, там надо пойти немножко другим путем, но надо все равно делать очистку. Надо пройти паразитарку. Чаще всего это именно от паразитов, именно эта вещь, такая же, как и аллергия, вот, происходит. Поэтому, ну, я могу дать 90%, давайте 90% отдадим Богу, вот, 90% даю от того, что они от этого избавятся. Почему? Потому что у меня были клиенты, не просто у которых была астма, которые уже были на прыскалке. Понимаете? То есть там уже очень глубокая была стадия. Вот, и ничего, они от этого избавились полностью. Были уже, которые были на рекахстрах постоянных. И эти люди сейчас полностью сошли с иглы. И сейчас у них все хорошо. Да? Но это не один день. Вы даже сразу человека настраиваете на дорогу хотя бы в 90 дней. То есть я всегда людям говорю, что это не один день, не один месяц, чтобы люди не ждали чудес. Потому что а то они вот там год, два, три, четыре, пять мучаются, а потом они вдруг почему-то хотят, чтобы, знаешь, за месяц. Нет, ребят, чудес не бывает. Тем более помните, что то, что мы предлагаем людям, это не лекарства, это травы. Травы работают очень достаточно мягко, но долго, то есть пролонгировано действие. Лекарства работают быстро, но быстрый эффект у них кончается, чтобы просто понимали. Вот, подключились семья Матат. Сергей, это я уже про тебя рассказал, передаю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, про свой результат. Всем привет. Всем привет. Ну, давайте начну с того, что мы уже в Коралле 14 лет. Как все произошло? Анатолий нашел меня по объявлению, да, мы пообщались. И общались полтора месяца, я пришел в компанию. И с чего начали? В принципе, начались программы Коралл Детокс, сейчас называется эта программа. Раньше это было Коралл Майн, микрогидрин. Упаковка жизни, да, по-моему, нет? Нет, нет, нет. Коралл Майн, микрогидрин, это сейчас H500 ассимилятор. Вот, такая была программа. Какой у меня результат? Ну, во-первых, я на 25-30 килограмм меньше, чем был 15 лет назад. У меня на тот момент был свой ресторан, и я думал, что я идеально питаюсь, потому что домашние продукты, домашняя кухня. Вот, оказалось, я реально не допиваю воды, вот, и перебарщиваю где-то что-то в питании. Вот, нужно было пересмотреть некоторые пункты по питанию. Но могу сказать, что я легко удерживаю вес, то есть мы не сыроеды, мы обычные салоеды, мы из Украины, едим мясо, и все, что связано с нашей культурой питания, все это присутствует. Но достаточное количество воды, вовремя сделанной очистки, то есть самый шикарный результат, конечно, был после калавады, вот, он самый такой заметный. И я легко удерживаю вес, потому что полностью иду по концепции здоровья, то есть всегда есть все, что связано с качеством питьевой воды. Все продукты мы используем всегда, ну, не всегда, два раза в год, как минимум, делается калавада, очистка, походу делаются противопаразитарные программы, очистка лимфосистемы. И клеточное питание с антиоксидантами, это на постоянной основе. Поэтому вес легко удерживается, соответственно, выровнялось давление, потому что у меня было повышенное давление, сейчас оно в норме, никаких ощущений. Ну, в общем-то, бодрый, все хорошо. Смотрю на своих сверстников, мне 4 сентября, вот, на этой неделе будет 53 года, и я визуально отличаюсь от своих сверстников, что меня безумно радует, потому что это делать легко, на самом деле, без напрягов. Теперь Алена скажет, да? Что, что, что рассказать. Вы знаете, на самом деле у меня огромное количество результатов за 14 лет. Мало того, я могу вам сказать, что по своим ощущениям я из тыквы превратилась в карету, я стала летать. И вот что отметил Сережа, когда встречаешься со своими одноклассниками, знаете, вот ты собираешь эти вот встречи, думаешь, ну, блин, ну, как ты выглядишь? Ну, наверное, нормально. И ты понимаешь, что перед тобой реально стоят уже такие взрослые 42-3-летние женщины. То есть для меня это такой вот, ну, вот, один из самых крутых результатов. Какой у меня был последний результат? В связи с событиями я очень плохо спала, у меня практически не было сна. То есть я понимала, что если в 3 часа кто-то так подойдет по плечу, постучит и скажет, Алена, с тобой побежали, я встану и побегу. То есть я буду в таком нормальном состоянии. После того, когда я сделала Калаваду, после того, когда я начала пить Ocean Min, вы знаете, вообще у меня стал вот такой сказочный, детский, такой вот настоящий сон. Поэтому я прекрасно понимаю, что вот эти вот очистки, они должны быть. И знаете, я вот хочу вам сказать еще вот такую про интересную параллель, что вот сейчас, когда я читаю, вот люди обставляют свои дома, они вкладывают все самые красивые инвестиции, вот все в дом, красивую мебель покупают, там пол с подогревом, все точно так же для своей любимой машины. Но вот благодаря вот этим событиям, из-за событий, которые у нас в Украине, я поняла, что самая шикарная инвестиция исключительно в себя. Поэтому сейчас вот все, что мы пьем, вот коллаген, да, то есть вот, который у нас был недавно, мы там пьем вот еще программу взяли слепостик-фитом, я получаю масса удовольствия, и каждый день я вижу на себе результаты, как вот все, вот твоя инвестиция, во что она превращается. То есть ощущение, на самом деле, на продукте, я понимаю, что я стала более ресурсная, я стала более выносливая, и вообще мне нравится мое отражение в зеркале. Я смотрю, думаю, блин, Алёна, ты молодец, у тебя самая правильная инвестиция. Вот, в принципе, такие... Ну, а главный твой результат? А, главный мой результат? Давайте, я вам расскажу самый главный результат. Когда мы пришли в Коралловый клуб в самом начале, это было 14 лет назад, я знала о добавках, я ела бады других компаний, то есть, ну, сказать, что там, а это бады, меня нельзя было напугать. Но когда Толя говорит, давайте начнем с концепции здоровья, и потом еще у него была такая ключевая для меня фраза, когда у нас ресторан, он говорит, вам надо научиться питаться правильно. Думаю, ну вообще, ну как это, ну ресторан, все у нас классно, все у нас в таком шоколаде. И тут вот Толик такую фразу говорит. И я говорю, хорошо, я буду делать все, как ты скажешь, поменяем питание, начну делать коловады, там все-все-все-все, что ты скажешь. Но при одном условии мне поставили диагноз бесплодие. Я говорю, врачи у нас есть, то есть я все уже всех прошла, все светило сказали, не волнуйся. А у нас же такая вера врачей, да, то есть мы верим, что они точно знают, что нам нужно делать. Я говорю, буду, окей. И когда мы начали делать, ну вот первый вот детокс плюс у нас такой был, ну правда мне некоторых продуктов еще не было, я практически сразу забеременела. Даже я не делала коловаду, мы начали делать противопаразитарку, и у меня был вот такой шикарный результат, хотя вместе мы уже 10 лет, и детей у нас не было. Вот такой вот результат. Уже у нас он так вдвойне повторился. Одному мальчику вот 13, второму уже 9 числа будет 9 лет. Вот такой был немножко результатов. Спасибо, Сергей, спасибо, Алена. Сергей, кому ты передал информацию с нами, вот Владимир Кузняк, да? То есть как дошла информация дальше от тебя? Кому она пришла? Ну, так как я пришел, у нас с Анатолием была и с Алексеем Лакониным встреча по бизнесу, я пришел разбираться с бизнесом, но мне сказали, начать надо в любом случае с продукта. Мы составили список знакомых, и я начал приглашать свое окружение, тех людей, которых я знал. Вот, я пригласил Вадима Нестеренко, человека, с которым я когда-то в своей жизни один год я работал на заводе, и Вадим был в отделе, отдел технического контроля, то есть проверял то, чего я там наточил детали. Вот, я пригласил Вадима Нестеренко на встречу, вот, Вадим пригласил своего знакомого Анатолия Шейко, с которым они работали там по электроэнергии. А Анатолий Шейко пригласил Владимира Кузняка. Володя, тебе слово. Всем добрый день, добрый вечер, мы из Украины. Да, был звонок от Анатолия Шейко, на тот момент он был начальником команды, у нас была команда Киев Энерго, я был играющим тренером. Вот, и он сказал одну фразу, Володя, приехал интересный очень человек, и есть информация о здоровье и немножко дистрибьюции. Вот, представлюсь, мне 60 лет, Владимир Кузняк, вот, честно говоря, слово дистрибьюция меня не заинтересовало, а вот слово здоровье, как бы очень сильно, как говорят у нас, провалился жетон, почему-то очень сильно тронуло, и я с удовольствием пошел на эту встречу. И к тому времени, получается, что у меня были очень серьезные проблемы по здоровью, потому что в 35 лет, когда я на футбольном поле еще выступал как игрок, вот, меня постигла спортивная травма, проблема позвоночника, и получается, что к 2008 году, когда меня пригласили на первую встречу в Коралл Клаб, я уже весил 135 килограмм, давление доходило до 220 на 140, были проблемы с костно-мышечной, сердечно-сосудистой системой, начало падать зрение, и вот он, Анатолий, пригласил на встречу, и, честно говоря, мы с ним по жизни друзья, ну, плюс коллеги по спорту, и я пошел на доверие. То есть я этому человеку полностью доверял и понял, что ничего плохого он мне не предложит. Он меня привел на встречу к нашему человеку, с которого все началось, вы уже слышали его, видели, к Анатолию Евсегнееву. Это была в течение 30-40 минут концепция здоровья и разговор о бизнесе, о мечтах Анатолия, что он хочет 3-4 года активно поработать в этом бизнесе. Он показал фотографию дома, мечты своей, которая стоит примерно миллион долларов, и сказал, что он к этому хочет прийти за 3-4 года и дальше наслаждаться жизнью. Честно говоря, эти слова я переварил потом по бизнесу, а вот именно концепция здоровья и тот результат, когда у Анатолия был прибор, ОП-метр, и он показал, как работает наш флагманский продукт CoralMine, как он меняет заряд с плюса на минус. И спортсмены, люди с хорошей интуицией, я почувствовал, что вот реально этот продукт что-то в моей жизни очень круто поменяет и, по сути, спасет жизнь. Потому что с таким давлением за мной бегали врачи, набирали шприцы в зале, я убегал от них, ну, видно, чувствовал, что что-то в жизни придет более здоровое, а не то, чем они лечат людей. Вот, и это действительно пришло. Я, не дослушав до конца даже Анатолия выступления, ну, в смысле, диалог с Анатолием, я вскочил, говорю, Толя, где это можно все взять, поехали, машина внизу. Анатолий говорит, что есть вот эти вот маркеты здоровья и в Киеве, у нас четыре их было. Я говорю, поехали, давай возьмем, давай будем брать. Анатолий успокоил меня, говорит, спокойно, Володя, говорит, с этим нужно пережить, переспать. Вот, и завтра утречка, завтра Анатолий Шейко, то есть, даст тебе информацию и доставит продукт. Раньше был у нас пакет стартовый, где была анкета потребителям, мы ее заполняли вручную, и была упаковка вот этого продукта Коралмайна. Ну, раньше назывался Алакамайн, сейчас Коралмайн. И я начал пить этот продукт. И самое интересное, что я 13 лет до встречи с Анатолием, я перестал заниматься спортом, врачи запретили после этой спортивной травмы. Вот, и я ходил пешком, по сути, никогда уже не бегал, активно не двигался. И через три дня на одном продукте, на одной коралловой воде у меня появилась энергия, у меня перестали болеть суставы, поясница, и мне захотелось бежать. И я со своими воспитанниками, я тренер футбольный, тогда это был пляжный чемпионат, я побежал. Вот, и дальше историю. Николай, я не буду забегать вперед, и один из членов нашей команды, такой успешный на сегодняшний день Николай, он заинтересовался этим продуктом, как это все произошло, он уже более подробно расскажет. Вот, еще хочу поделиться. Да, и после этого, после Коралмайна был продукт, тогда назывался микродидрин у нас, и потом была коловада. И получается, что есть такое понятие каскадная коловада, за полгода я прошел каскадную коловаду из четырех коловад. Вес у меня ушел минус 39 килограмм, я вернулся в спорт, все проблемы по костно-мышечной, сердечно-сосудистой проблем системе ушли полностью. Вот, и в то время, когда начало падать зрение, я уже подумывал об очках, и эта проблема снялась, очки мне не были нужны, зрение восстановилось. Был вопрос по астме, да, в начале нашей встречи. У меня сын 18 лет, дело дошло до астмы. Он задыхался по ночам, даже приезжала скорая и начинала колоть ему гормоны. Вот, когда мы пошли на, есть такая диагностика, называется, я забыл полное название, где определяют свободное дыхание, которое должно быть 100%, у него было 30%. То есть, представляете, сколько кислорода он с дыханием недополучал в организме. Положили в больницу, закололи антибиотиками, даже не прописали пробиотики, чтобы восстанавливаться. Ну, в общем, малой лез на стенку, поносил, жуть конкретная была. И после того, как мне подсказали, мы сходили на диагностику по фолю, определили, что у него в бронхах колонии грибов, просто колонии. То есть, естественно, они, то есть органы легкие, бронхи, ну, не работали совершенно на полную мощность, и поэтому была такая проблема. Пошла детокс-противопаразитарка, причем к противопаразитарке мы еще подключили молозиво, то есть нам подсказали, и коловада. Ребят, мы диагноз сняли за три месяца. Дело доходило, он носил два вида баллончиков, один каждодневный и один очень срочный, если становилось плохо. Никаких баллончиков, ничего, сыну сегодня 29 лет, все в порядке, играет в футбол, женат, все великолепно. И по спорту хочу рассказать, тоже один результат. Мы играли в мастер-лиге, у нас есть в Киеве, это бизнес-лига, такой проект. В одной из игр я столкнулся с Сергеем Ребровым, многие знают этого футболиста, очень сильное столкновение было, я ударился об паркет коленом, у меня сильно распухло колено. Это было второй раз в жизни в моей спортивной карьере, первый раз это было в 17 лет, и я колено тогда восстанавливал месяц. После этого столкновения я чисто интуитивно объем выпиваемой воды коралловой увеличил в два раза, то есть я выпивал в день по 6 литров. Ребят, через три дня я пошел на тренировку. Тогда мне было 17, а в этом случае мне было 47. Вот так вот работает коралловая вода, она за счет своей структуры выгоняет нестриктурированную жидкость из наших тканей, и идет очень быстрое восстановление. Вот такие у меня результаты, и я передаю слово Николаю, то есть человеку, который был в то время рядом со мной. Я тренер, он воспитанник, и всю историю, которая пошла дальше, уже вам поведает Николай. Николай, пожалуйста. Да, Владимир, спасибо. Ребят, если у нас закончится время, то мы по этой же ссылке, да, Алёна, сможем потом зайти и договорить, потому что у нас ссылка на 40 минут, но мы уже, так говорится, процесс пошел, и хотим поделиться уже, потому что у нас еще есть спикеры после меня. Я кратко поделюсь своим результатом. Я пришел на продукт, готовился к чемпионату своей страны по пляжному футболу, планировал убрать 10 килограмм, у меня не получалось, и благодаря вот продукту, очищению организма у меня получилось. Я в 40 лет выиграл чемпионат страны по пляжному футболу, сейчас мне 51, вот через месяц я до сих пор играю в футбол, то есть в активной фазе, уже, правда, по ветеранам, но нагрузки не менее большие, чем было там 20 лет назад, и азарт, и кураж, и все сохранились. И таким образом все мои друзья, спортсмены, кто пользуется продуктом, великолепно выглядят, намного активнее тех ребят, которым за 50, за 60 у меня есть клиенты, до сих пор играют шикарно, ну, у мужиков кубики на животе в 60 лет, это о чем-то говорит, в каком состоянии есть люди, которым дорого свое здоровье. Ну и самый такой мощный результат, у меня был ушиб фаланги, который не заживал 20 лет, вот еще в молодости я его поучил, вот 20 лет у меня правая нога была фаланга, больше левой в два раза, то есть я не мог носить классические туфли много лет, будучи юристом нефтяной компании, у меня это делало дискомфортно, потому что мне нужны костюмы, какие-то рубашка, галстук, а я выходил в полукроссовках, потому что нога была больше, и она на погоду ныла, вот сейчас практически я на 95% ее восстановил, прошло уже время, ну, видно, ушиб такой серьезный, ткани внутри, но вот сейчас у меня нога восстановилась, чему я несказанно рад. То есть я нашел, в принципе, инструмент, который можно использовать на долгие годы, сохранять свое здоровье. Эту информацию я, естественно, не смог удержать, потому что я начал делиться, и таким образом через моих людей информация пришла к Елене Шнипас, и она уже поделится своими результатами в семье. Ален, тебе слово. Давайте, да. Спасибо. Спасибо огромное. Всем добрый вечер, добрый день. Все в разных часовых поясах. Я сама родом из Украины, сейчас живу в Литве. Мы два года назад с семьей переехали сюда. И мой, как бы, путь в Коралл Клаб, он начался тоже здоровье. В 2010 году у моего сына были очень серьезные проблемы по коже. Был диагноз серьезный поставлен, и мы ходили вот по этому больнично-аптичному кругу, когда ничего абсолютно не помогало, когда приходилось врачам назначать все новые и новые лекарства, потому что те мозилки уже не помогали. Были посажены печень, почки, вот выделительные фильтры. И тогда вот мне тоже пришла информация про концепцию здоровья, про воду щелочную, про противопаразитарные программы. И через обострение мы получили очень классный результат. Он был достаточно такой длительный период, но тем не менее этот результат как бы дал вот эту веру в продукт. Параллельно, конечно, я же сама тоже подпевала. И вот на протяжении всего этого, ну, всех этих лет, да, я пользовалась продуктом. У меня был, стоял диагноз по сердцу в 17 лет. И когда я вот рожала второго ребенка 3 года назад, у меня этот диагноз не подтвердился. То есть, ну, врач сказал, что мое сердце абсолютно здорово. Хотя я, ну, как бы, я просто не уделяла этому внимания, да. Возможно, этот диагноз раньше как бы исчез технически. Вот. Плюс у меня очень, ну, самый классный результат по зрению. В детстве я воду не пила абсолютно. И у меня один глаз видел на 6%, один на 40%. Я делала себе лазерную коррекцию, мне врач сказал, что зрение будет с возрастом ухудшаться. После лазерной коррекции прошло 13 лет, у меня зрение на том же уровне. То есть у меня тот глаз, который, ну, видел на 6%, вытянется.